Еще одно судно для пограничников на Каспии спустили на воду уральские кораблестроители. Нур-Султан, именно так его назвали, предназначен для патрулирования морских границ, борьбы с пиратством, браконьерством и контрабандой грузов. На шестом по счету судне проекта БАРС модернизированы средства связи и вооружения. О технических характеристиках боевого корабля расскажет моя коллега Батагос Базарбаева. Каждое свое новое детище уральские судостроители провожают на море с большим торжеством на спусковой площадке. Собирается весь коллектив. А этот белоснежный красавец стал 30-м по счету юбилейным кораблем, отправляемым на Каспии со сторожевой миссией. Длиной около 42 метров он может развить скорость до 30 узлов, это 55 км в час, и выдержать шторм до 5 баллов. Такие корабли проекта БАРС заводчане выпускают уже 13 лет. Масса судна 240 тонн. Опреснительная установка позволяет экипажу уходить в плавание до 5 суток. Есть специальное оборудование для борьбы с подводными диверсантами. По своим возможностям способен осуществлять проверку подводной среды с использованием противодиверсионных средств, а также при возникновении угрозы поражать противника на дальности до 5 км. Для этих целей используется соответствующее вооружение. Сегодня директор программства говорил, что проект, который следующий, они планируют сделать, это проект Кибергер. Вот здесь менее порядка около 550 тонн. И мы сказали, подтвердили мы сегодня, что мы готовы технически выполнять данный заказ. 1800 км морской границы охраняется нашими отечественными кораблями. И мы можем с гордостью сказать, что действительно мы производим продукцию нужную. Пограничные службы страны заверяют, сотрудничество с заводом будет продолжено. К примеру, сейчас для судов береговой охраны нужна система базирования, в том числе плавучие стоянки для кораблей.